Эфирные масла от похмелья Да, эфирные масла могут помочь и при этой проблеме. Если вам предстоит возлияние, итоги которого вынесли, предсказать, то лучше заранее запастись арсеналом эфирных масел. Частая проблема при перепое – невозможность заснуть. Вертолёжики там летают, тошнит, ну и всякие премости. В этом случае вам поможет универсальная лаванда. Капните несколько капель на подушку, и это поможет вам заснуть. Удивительным свойством обладает эфкалипт сыровидный. Вот если вы уже накидались, и уже даже начали презветь, и у вас уже раскалывается башка, а вам завтра на работу, и вы понимаете, что не станете, или будете как разбитая корыта, то скорее хватайтесь за эфкалипт. Капайте на подушку и спайте. Он вам не только поможет уснуть, но и протрезвеетесь. И очень даже возможно, что проснёте как огурчик. Похмелье снимает отлично. Ну а если возлеяния были столь продуктивные, что не помогло, хватайтесь за цитронеллу. Она вам поможет взбодриться. Вот у меня тут посторонние звуки, у меня тут кошка Маша ходит, которая у меня на передержке. И почему-то хочет со мной разговаривать, когда я записываю видео. Кошка Маша совершенно прекрасная. Если кто-то хочет её взять, пожалуйста, обращайтесь. Так, а чё у меня? Цитронелла. Она поможет взбодриться. Используйте её в холодных ингаляциях. Или зарядите аромодиффузор, пока на работу собираетесь. Настроение поднимет, он взбодрит. И тем же эффектом обладает, кстати, и лицея. А если всё совсем плохо и тошнит даже с утра, смешайте в диффузоре лицею и мяту. Дышите равномерно и глубоко отпустит. Кстати, если не может заснуть, если тошнит и вертолёте, то же мяту можно использовать вместе с лавандой или вместе с лавандой. И ещё один лайфхак. Есть такое слово лайфхак, я его выдавить даже не могу, извините. Потому что больше почитаю пользоваться русскими словами. Есть такое, это уже не из масел, а из компонентов. Янтарная кислота. Она помогает нивелировать отрицательные действия алкоголя в момент его принятия. Можете его принять даже после применения алкоголя. И она вам поможет протрезвить. И да, да, я знаю, что вы не пьёте. Но если всё же это случается, то рассказывайте, пожалуйста, в комментариях, как вы спасаетесь. Помогите другим.